Всем привет, я Борис Карп, и, короче говоря, я хочу себе арендовать новую хату. Звоню риэлтору, он что-то трубку не берёт, а я даже, в общем-то, номер квартиры не знаю. Вот сижу на площадке, жду, пока он позвонит мне. Такие вот дела, короче говоря. Посмотрел я здесь уже в округе, то, что находится магазин, площадка также вот сейчас, на которой я нахожусь. Вообще просто всё чётко, местность мне очень нравится. И очень хотелось бы здесь жить. Надеюсь, всё-таки риэлтор, блин, там наконец-то оживёт. О, кстати, он как раз-таки сейчас звонит. Да, алё. Алё, вы по поводу квартиры, верно? Ну да. Я сейчас, в общем-то, у площадки стою, прямо около этого дома, о котором вы говорили. Скажите мне номер квартиры. Квартира номер два. Заходите, я вас жду. Окей, сейчас подойду уже. Значит, получается, вторая квартира, так. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, чё я могу сказать. Проходите, осматривайте квартиру, спрашивайте, что вас интересует, и я вам обо все вопросы отвечу. И да, сразу, в общем-то, я надеюсь, предоплату унесёте за три месяца. И вам хорошо, и мне будет приятно. Плюс скидка вам будет. Давайте, давайте, вперёд. И с песней. У меня ещё и другие дела есть. Разумеется, Борис, вся мебель в этой квартире останется здесь. Никуда я её забирать не стану. Так что, можете пользоваться ею с удовольствием. Лично мне эта комната больше всех нравится. Отдыхать здесь можно. Окно довольно хорошее. Откроете, проветрите, если вам надо. И также очень важно, послушайте меня, этот шкаф лучше вообще не сдвигать. Там такая дырчика небольшая. Там тараканы полезут, если вы сдвинете шкаф. Так что лучше этого не делать. Пройдёмте дальше. Какого чёрта? Там какие-то скрежетания слышно. А вы там долго? Я вообще-то здесь квартиру вам показываю. Да, да, иду. Ну, слушайте, здесь какие-то скрежетания слышатся из-под шкафа. Вы уверены, что это тараканы? Они же не должны такие звуки издавать, вы чё? Уверяю вас, это тараканы. Просто они очень гигантские. Если вы не будете сдвигать шкаф, всё будет нормально. Да, это странно немного. Я не люблю тараканов, но ладно, окей. Ну, слушайте, чё я могу сказать? Квартира вообще мне в целом очень даже нравится. Очень уютная, и мне очень даже хочется в ней жить. Ладно, я готов внести предоплату. Вот, в общем-то, предоплата. Думаю, этого должно хватить. Очень хорошо, да, этого хватает. Что ж, ладно, располагайтесь. Я уверен, вам понравится квартира. Потому что здесь ещё до вас очень, в общем, хорошие жильцы жили, им понравилось. Очень хорошие мнения были. Так что, уверен, с вами так же будет. Слушайте, у меня есть ещё пара вопросов, которые я хотел с вами обсудить бы. Все документы на комоде. Там всё, в общем-то, найдёте. Мне пора. Ну, подождите, как же... Ну, вообще пипец. Взял, свалил. Как же это забавно. Очередной дурак купился на эту хрень. Тараканы за шкафом. Ну да, да. Блин, чуть испалился, кстати говоря. Ладно, долго он здесь всё равно не проживёт. А денежки в любом случае льётся рекой. Можно так сдавать постоянно эту хату. Жаль, с клоунами сотрудничать нельзя. Чё, даже не знаю, спать пойти или монтировать пойти. Ну, в любом случае, монтаж за меня никто не сделает, это точно. Чё-то, кстати, этот риотор, я вот прям заметил, каким-то странным оказался. Странный себя очень вёл. Ладно, погнал монтировать, короче. Я уже отрубаюсь, бля... Ой, ладно. Ладно, ещё немножко осталось домонтировать, я справлюсь. Твою мать! Чё со светом? Я... Я ничего не сохранил, блин! Весь проект коту под хвост! Ну пипец! Блин. Чё со светом реально произошло-то, а? Свет, интересно, включится, нет? Ну, конечно, кто бы сомневался. Не, не включается. Обалденно. Купил эту квартиру, ну, арендовал. Ха-ха, а тут первый день уже свет вырубили. Просто замечательно. Ну чё, придётся сейчас-то свечками пользоваться. Что поделать? Я же не буду по тёмках бегать. Так, сейчас я её подожгу, эту свечку. Вот так. Ну, даже подставка есть для свечки, это реально удобно. Хоть что-то приятное. Да. Чё за хрень, а? Я уже какой раз этот скрежет слышу. Блин, мне чё-то реально с трудом верится, что это тараканы за шкафом. Ну, просто бред какой-то. Риэлтор мог чё угодно сочинить, чтобы я арендовал эту хату. Да. Ладно. Он сказал мне не трогать этот шкаф, не двигать. Я не буду его двигать. Как же я люблю человечество за то, что оно создало телефоны. Когда света нет, это отличный вариант позалипать. Я не могу здесь спокойно сидеть и слушать эти звуки. Надо разобраться, что там такое за шкафом. Надеюсь, я хотя бы смогу этот шкаф сдвинуть. Хм. Чё за хрень? Это нормально вообще? Здесь шкаф стоял. Куда он делся-то? Проход какой-то, дверь. Куда она, интересно, ведёт? Хм. Чё-то прям открытие за открытием, честное слово. Открылась. Я уже думал, она заперта. Чё-то стрёмно как-то. Прям напоминает проход в Нарнию, за шкафом. Хотя на сказочное место это с трудом похоже. Блин, с чего эти стены сделаны? По виду это... По ощущениям это... Какая-то масса. Напоминает человеческую. Господи. Ой, прям стрёмно... Прямо ж до жути. Ладно, в любом случае, проход проходом. Но шкаф-то куда делся? Значит, его куда-то кто-то сдвинул. Сам же он не мог просто переместиться. Да и исчезнуть ещё к тому же. Значит, в доме кто-то есть. Помимо меня. Я тогда, пожалуй, этот нож возьму, который там лежит. Чтоб хотя бы мне чутка безопаснее стало на душе. Ну и сразу в полицию извякну. И пусть они уже со всей этой чепухой разбираются. Нож, правда, принадлежит риотору. Но по сути он сказал, что можно брать всё, что принадлежит ему. И пользоваться этим спокойно. Так что чё бы и нет, собственно. Здравствуйте, это полиция? Да, это полиция. Что вас беспокоит? В общем, я арендовал квартиру. И, в общем, обнаружил за шкафом тайный ход. И в этом тайном ходе там стены из человеческой массы. А чё вы говорите? Из какой человеческой массы? Что вы такое несёте? Если вы шутите, то вы обратились не по назначению. Мы вообще такое не одобраем. Слушайте, поверьте, я серьёзно говорю. Там стены из человеческой массы. Я сам не поверил в это. Думал, что это какой-то розыгрыш, но нет. Я пощупал эту хрень. Короче, я хочу, чтобы вы приехали по адресу и разобрались со всей этой чепухой. Также, кстати, в доме кто-то есть. Я это понял, потому что там шкаф стоял за этим ходом. Я там в другое место ушёл, потом пришёл к этому месту, и шкаф уже не стоял там. Он куда-то тупо исчез. Алё! Чё за хрень? Чё с сигналом? Вы меня слышите? Что-то со связью. Повторите, что вы сказали. Говорю то, что в доме кто-то есть. Помимо меня. Я не знаю, что и кто это. Я не знаю, что он задумал. Сможете приехать или нет? Мы вас теряем. Ничего не слышно. Ну что за чертовщина такая? Помогите! Кто-нибудь! Какого хрена? Мне ведь не показалось, да? Блин, а чей-то голос. Возможно, я тот самый человек, который как раз-таки сдвинул шкаф. Мне кажется, стоит пойти проверить, потому что этот проход, возможно, ведёт в соседскую квартиру как раз-таки. И, возможно, этому соседу нужна помощь, который там просит меня о помощи. Так что да. Надо сходить проверить, кто это такой и чё ему надо. Нож у меня, если что, в общем-то, есть. Так что хотя бы страшно не будет. Вы где? Отзовитесь! Я здесь! Идите на мой голос! Твою мать! Это что, труп? Да это труп! Чёрт! Господи! Блин! Ну где вы там? Вы идёте, нет! Чё-то я уже не уверен, что стоит дальше идти. Возможно, там какой-то маньяк прясется, который жертвы извлекает. Мольбой о помощи. Ладно. Я ж смелый в душе. Так что схожу. Но как бы я потом не пожалел об этом, блин. Я иду! Что с вами там произошло-то? Скажите! Я тут! Это вы, да? Мне нужна помощь! Парень, вытащи меня отсюда! Иначе я тут загнусь, блин! Окно, как мне его разбить? Ножом, может быть? Нет, возьми камень! Позади тебя находится! Да-да-да, вот вижу. Господи, ну что за пипец! Ты хотя бы расскажи, что с тобой случилось, блин, пока я стекло это ломаю. Здесь нет бога, парень! Только мы, эти намалеванные уроды! Которые, кстати говоря, скоро будут здесь! Так что я советую тебе поспешить! Пока мы оба здесь не загнулись! Я попытаюсь сделать все, что смогу! Ну давай же! Ломайся! Все, оно никак, блин, не поддается-то, а? Ладно, давай сваливай! Это все безнадежно! Нет, я справлюсь, я разобью его! Нет, беги! Я же тебе сказал, они скоро будут здесь! Тоже сдохнуть, если со мной хочешь! Одумайся! Ты еще молодой, ты еще сможешь выжить! Пожить, так сказать! А мне все равно уже конец! Плюс я ходить не смогу, я много крови потерял, они мне ноги повредили! Ты же меня на спине не потащишь! Да и не успеем мы свалить! Короче, вали давай, быстро! Про кого ты вообще говоришь, кто они? Кто с тобой это сделал? Ужасные твари! С которыми тебе лучше не встречаться! Они разрывают мою душу по частям и пожирают ее! За счет смеха! И вот в этих колбах как раз-таки и находится моя жизненная сила, которую они высасывают из меня! Они уже здесь! Давай сматывай, быстро! Черт! Давайте! Идите сюда, твари! Добейте меня! Я пусть и сдохну, но сдохну без страха! Мне нечего бояться таких тварей, как вы! Если бы у меня еще была возможность, я бы перебил бы вас всех! Проклятие! Эта тварь гонится, походу, за мной! Я ее слышу! Отвяжись от меня, ублюдок! Черт побери, блин! Черт! Так, надо где-то спрятаться быстро! Черт, куда только? Блин, ну это не моя квартира! Точнее, не та, которую я арендовал! Она поменялась почему-то! Как такое возможно? Ладно, не об этом думаю! Где спрятаться, черт побери? Под стол? Нет, я сюда не влезу! Слишком мало места! Я куда-то в другое место, блин! Мало времени уже! Он сейчас сюда, блин, войдет и я не знаю, что со мной сделает! Если он с тем мужиком не знает, что сделает, то со мной еще хуже, что-то возможно сотворит! Ладно, можно здесь спрятаться! Может, не найдет меня здесь! Свет, пожалуй, надо потушить! А то еще спалит эта ублюдина такая! Даже не верится, что все это по-настоящему происходит! Черт! Черт! Он не заметил! Я уже думал, что он сюда идет! Черт! Как надо валить отсюда быстрее! Если что, здесь огнетушитель есть! Если что, у меня еще нож есть также! Блин! Что он делает? Почему он кругами ходит? На дна кухня может перебраться, я не знаю! Он явно что-то подозревает! Он уже третий раз здесь ходит! Сейчас он, короче, выйдет из этой комнаты! И я сразу перебегу в этот, в кухню! Так! Получилось! Вроде не запалил! Черт побери, он прям ходит! Ладно! Ни единого шума! Иначе запалит и убьет! Блин, ладно! Вроде ушел! Но здесь, по сути, окно есть! Можно через окно! Но... Блин, снова тут! И там тоже, кстати, все состоит из этой биомассы человеческой! Плоти! Или что это такое? Наполовину плоть, наполовину еще что-то другое, видимо! Твою мать, оно не открывается! Вы че, издеваетесь? Если я разобью, он точно запалит! А, кстати, я шагов больше не слышу! Он че, ушел, что ли, куда-то? Одним глазком? Да, он ушел, походу! Это мой шанс, я думаю, свалить отсюда! Мне нужно как-то вернуться в ту самую квартиру, а не в эту альтернативную, блин! Я думаю, здесь все довольно просто работает! Пусть это и мне верится до сих пор все во все это с трудом! Короче, это как пространственный какой-то тоннель или аномалия, портал, короче говоря, через миры! И тем самым я, короче, переместился, попав в этот тоннель! В другой мир, альтернативный тому, моему! Получается, мне надо снова пройти по этому тоннелю, чтобы попасть в мой мир! Главное, сейчас новых клоунов не встретить по пути! Сразу, а неужели это крики того старика? Блин, что же с ним там делают-то? Неужели пытают? Погашу-ка я свет на всякий случай! Господи, это те самые клоуны! Ай, о которых он говорил, видимо! Черт, что они с ним сделали? Неужели убили? Он еще вроде шевелится! Ну, надолго ли он жив, я не знаю! Надо пройти здесь незаметно, я никакой выручить точно не смогу! Тем более, с помощью ножа! Вызову полицию, они уже пусть разбираются! Со всем этим культом клоунов, поехавших! Но здесь полный рост, если пройдут, то точно увидят меня! Так что ползком это как-то надежнее будет! Какого черта? Че там за освещение появилось? Ничего там, блин, костер шо ли развели или чего? Блин, надо глянуть, интересно же как-никак! Но и опасно в то же время! Чем они занимаются, не понимаю! Твою мать! Мне не кажется! Старика как след простыл! Скелет только остался! Че за хрень, блин? Они тупо с него все мясо содрали что ли? Серьезно? Все, ну нахер, я валю отсюда! Нахрена я вообще в этот проход пошел? Открывайся! Твою мать! Абонент недоступен или находится вне зоны действия. Просьба позвонить позже. Риэлтор трубку не берет. Ладно, че, Стелкарту попробуй позвонить. Он-то я надеюсь возьмет. Де, алё, ёпте! Здорово, Стелкарт! Нужна твоя помощь, в общем. Тут кое-что произошло.